Вопросы о оперативной обстановке на территории города По линии 111 поступило 144, по линии центра дежурно-диспетчерской службы 181, итого 380 обращений. Все обращения были отработаны, по линии полиции 44 поступило, по пожарной охране 5, из них 4 ложных, строительство 207 возгорания и пищи. Сейчас оказался в алкогольном состоянии, все было стремлено. Вскоре медицинская помощь 44, по линии ДВДС-7, без пострадавших, ДТП, ну вот, как раз столкновение. Служба антитеррора 0, по линии ЖК-1024. Спасибо. По линии ВДМЧС дополнения есть какие-то? Спасибо. Вопросы о здравоохранении слов Фракса Григоя Арнольдовича, начальник медсанчасти. Вопросы только за неделю. Обратилась в поликлинику за неделю 4396 человек, из них осмотрено домом 254, 137 вызовов скорой помощи. В стационаре состоит 128 человек, из них 118 круглосуточных, 10 на дневном стационаре, 13 постельных, в реанимации 2 человека, в детском отделе 8, круглосуточных 6 детей, 2 на дневном стационаре, ухаживающих 3. Травм всего 44, из них 17 дети. На улице взрослых 7 травм и дети 6 травм. Доклад Арнольдович, спасибо. Спасибо. Вопросы о образовании слова Лазарева и Марисе Константиновне. В прошедшей неделе все участия и образования работали в штатном режиме. Прошла спорта киады школьников по скоростному бегу, приняли участие учащиеся 2-11 классов победители школьных этапов. Организаторы были, кроме школы, еще детско-юношеская спортивная школа. Это прошло на фуке 22 сентября. Также наши учащиеся и работники образовательных учреждений приняли участие в нас в нашем списке свое дерево. Прошли семинары для учителей начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений по вопросам преемственности дошкольного и начального общего образования и качества дошкольного образования. Сегодня после ремонта открыт первый корпус детского сада номер 6 «Ровничок», привел детей, прошел в штатном режиме. На этой неделе планируется смотр-конкурс кабинетов ОБЖ, общеобразовательных учреждений, по проекту сегодня участвуют все школы. Также у нас пройдут региональные диагностические работы по математике в пятых классах, по математике в седьмых классах. Мы приняли участие в нашей делегации в областной конференции в формировании здорового образа жизни передовой опыт в городе Коломонна, проводив Министерство образования Московской области. Также мы приняли участие в детской юношеской спортивной школе, приняли участие в первенстве Московской области по футболу среди детских команд. Спасибо. Вопросы культуры, спорта, молодежной политики? На прошедшей неделе все учреждения работали в штатном режиме. 20 сентября ДК Ленина приняло участие в открытии площадки на серверном 28. 22 сентября учреждения поучаствовали в монологической акции «Садисвой лес». Также 22 сентября наша команда поехала на Кубок Берлина Московской области, но вы там больших результатов не завоевали. И 23 сентября на Пирожной горе прошло закрытие сезона по спортивному туризму «Золотая осень». На текущей неделе в рамках работы с пожилыми людьми пройдет клуб «Корпытовой грамотности» в ЦБС и клуб «Доброй встречи». И к концу недели, как я сказал, наши представители поедут в котельники для участия в первенстве Московской области по футболу среди детских команд. Спасибо. О вопросах в сфере социальной защиты населения. Слово Токленкова и Оксане Войтерна. В отчетном периоде отдела работы в штабном режиме завтра мы встречаем 15 детей, которые у нас отдыхали в детском оздоровительном лагере «Исток». И 1 октября в мутии счастливого дворца молодежи состоится областное праздничное мероприятие, посвященное международными пожилых людей. У нас делегация будет из пяти человек-ветеранов. В настоящее время делегацию формирует городской совет ветеранцев. Ну, совместность с транспециальной ветеранцами. Формируем делегацию. Транспорт нам выбирает пушность в комплексе социального отражения населения. Спасибо. Спасибо. О вопросах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Слово Киселев Михаил Николаевич, начальник отдела городского хозяйства. За прошедшую неделю в университетных ситуаций по линии ЖКХ не было. Все работает в текущем режиме. Продолжается уборить Ямочный ремонт и работа по благоустройству. На такой ключ. Спасибо. Просьба обратить на выполнение программ правительства Московской области. Это подъезды, благоустройство, дворы, асфальтировка. Плюс на прошлой неделе дополнительно пробили площадку губернаторскую на Морозово 14-16. Основание должно быть готово до конца недели на личный контроль. Вместе с Иваном Петровичем. Иван Петрович, есть дополнения? Что? Дмитрий Геннадьевич. Что? Михаил Алексеевич. Спасибо. Продолжение следует... На прошлой неделе комиссии проведено очередное заседание комиссии, рассмотренное на 8 административных материалов и 4-4 информации. Также у нас проведено филактическое мероприятие с представителем линейной отдела железной дороги и представителем станции Александром железной дороги в школе номер 2 на тему «Железная дорога» и «Место Дариф». Кроме того, с отделением участковой службы ВДК Острогалина для семьи, находящихся в социально опасном положении, было проведено мероприятие, посвященное безопасному движению. Для детей была организована «Глостегра», для родителей – лекция с улучшением памятника. Кроме того, я хочу поблагодарить вас Геннадьевича за оперативную работу в предоставлении автомобилей скорой помощи по транспортировке ребенка из ЦРБ в Рожковский детский дом. Спасибо. Еще есть? Уважаемый руководитель, убедительная просьба. У вас, как говорится, работают различные лица, выиграют различные конкурсы, да? И фирмы, которые у вас выиграют конкурсы, соответственно, нанимают определенное количество рабочих. Убедительная просьба. Если вот эти фирмы у вас выиграют, вы заключаете с ними договора на дальнейшее обслуживание, либо ремонт, либо какие-то иные подрядные работы, просьба сообщать нам те лица, которые именно будут работать на ваших объектах. Скажу почему. Потому что ровно неделю назад чуть больше был обнаружен труп гражданина Беларуси на Чкалу. Значит, очень тяжело было опознать его, но все-таки опознают, что это гражданин Республики Беларусь. Дело в чем, вот эти подрядные организации обязаны вам сообщать паспортные данные, все их неконтактные данные. Значит, у начальника службы безопасности есть электронная почта, просьба прямо на электронную почту присылать вот эти данные, потому что сейчас проводится операция нелегал, она будет проводиться еще и в октябре месяце. мы будем проводить рейды данных гражданин СССР, соответственно, доставлять в отдел полиции на причастность совершения для обучения, то есть на причастность совершения различных правонарушений. Потому что, как правило, часть из них может заезжать легально, а часть, к сожалению, заезжает нелегально. Есть такая статистика, да, то есть под видом рабочих, под видом каких-то подрядных организаций заезжают и, скажем так, рабочие стран Средней Азии, которые по поддельным документам осуществляют здесь не только работу, но и в том числе незаконную какую-то свою деятельность. Убедительная просьба сообщать. Мобильный телефон начальника отдела безопасности тоже мы есть, электронная почта есть, прямо на электрон покидайте, пожалуйста, все данные. Вот стесняться здесь не нужно. Убедительная просьба, уважаемые руководители, если вдруг вы узнаете, что ваш рабочий, скажем так, который обслужит вашей организации или ваш объект где-то, задержать владели полиции, прошу не пугаться и, скажем так, не поднимать панику, потому что мы проверяем по всем их базам, в том числе по международной базе розыска, потому что это занимает определенное время. Бывают базы, когда работают быстро, а бывает, когда и что зависает, что необходимо проверить, откатать, занести базу, чтобы последствия его можно было где-то найти. Вот это бедительно просьба. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, давайте конкретизируем. Это задача для всех присутствующих и отсутствующих, независимо от формы собственности. Если у вас проводятся работы подрядные, если у вас приезжают не местные рабочие, не прописаны на территории города Красноармейска, или вы сомневаетесь информацию, передавайте в отдел безопасности, соответственно, и в полицию, ответственные начальники отделов и заместителей курирующих направлений. Хотел бы остановиться, поблагодарить за акцию, которая проводится в очередной раз по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наш лес, посади свое дерево». Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие. Те, кто не откликнулся на внутреннем, посмотрим причины отсутствия на этом мероприятии. 26 сентября в ДК Ленина мы проводим открытый притом администрации всеми подразделениями областных федеральных структур, жителей города с 16 до 18.00. В 18.00 открытая встреча моя с жителями, как обычно в обычном формате, как мы и проводим ежемесячно. На этом, коллеги, спасибо, хорошей рабочей недели. Спасибо.